В этом фильме Ара Гюляр – провестник тебе. Хочешь ли ты с ним дружить? Ребята, я Ара Гюляр. Моё настоящее имя – Арам Гюлериан. Я журналист, писатель и фото-журналист. Вы хотите знать меня? Я родился в 1928 году в Беоглу, Стамбул. Моя мать Верджин Гюляр происходит из хорошего обеспеченной семьи Истамбула. Мой отец Даджат Гюляр – фармацевт. Приехал в Стамбул учиться из Гересуна в молодом возрасте. Моя семья уделяла большое внимание искусству. Иногда мы вместе ходили в кино. Меня очень впечатлил большой экран кинотеатра. Я бы запоминал кадр в фильме и представлял момент снятия. Одним из лучших воспоминаний моего детства была встреча с Ататюрком. Рядом с нашим домом был общественный пляж. Наш лидер Ататюрк время от времени приходил сюда и скупался в море. Когда он приходил, мы все собирались вместе. У него была лодка с вырезом в саде. Вот я один из тех детей, которые плавали за этой лодкой. Мой отец, который осознал мой интерес к кино и фотографии в школьные годы, купил мне пленку и фотоаппарат. Благодаря этому в 1950 году я устроился фото-журналистом в газету «Енистамбул». Я также очень интересовался чтением книг. Я прочитал большую часть мировой классики в переводе Хасана Али Юджела, министра национального образования того времени. Чтение литературных произведений всемирно известных авторов открыло в меня широкие перспективы и усилило мою любовь к искусству. Больше всего мне поразила западная литература. Благодаря моему интересу к искусству я работал во всех отраслях кинопроиспольства, снимая на киностудиях. Я получил уроки театра и актерского мастерства у Мухсина Иртугрула, известного театрального актера моего времени. Благодаря эффекту этих курсов, которые я прошел, моя визуальная перспектива и область интересов также улучшилась. Благодаря этому у меня был хороший фундамент для моей основной профессии – журналистики. Я окончил Гетранаганскую армянскую гимназию в 1951 году. Я начал работу с руководителем отдела фотографии в журнале «Хаят». Теперь меня знали во всем мире, и я делал то, что хотел больше всего. Делая фотографии, я тщательно выбирал дневной свет, происходящий вокруг события, и старался сделать самые красивые кадры. Мои рассказы публиковались в газетах и литературных журналах. Первый рассказ, который я написал «Узник», был опубликован в журнале «Эвнинг Пост». Параллельно продолжал обучение на экономическом факультете Стамбулского университета. Я написал однокомнюю пьесу в театральном жанре, которую называю «Странная новогодняя ночь». Я написал еще девять таких пьес, но они остались только на страницах моих записных книжек, потому что они мне не понравились. Я считал несправедливым по отношению к искусству, что работа, которая мне не нравится, преподносится как профессиональная. Потому что, когда мы думаем, что не можем хорошо выполнять работу, нам нужно сосредоточиться на разных вещах, а не тратить на это время. В ежегодной антологии фотографии, опубликованной в Англии, я назван одним из семи лучших фотографов мира. Мне было чем гордиться. Я был принят в Американское общество журнальных фотографов и стал единственным членом этой организации из Турции. У меня были выставки в разных странах, таких как Америка, Германия и Франция. Мои фотографии использовались в самых важных публикациях мира фотографии. Тем временем, я сфотографировал и взял интервью многих знаменитостей, таких как Бертран Расселл, Уинстон Чёрчилл, Пикассо, Сальвадор Дали. Мои фотографии экспонировались на выставке «Перспективы мира людей», открытой в Канаде, и на выставке «10 мастеров цветной фотографии», проходившей в Галерее современного искусства в Нью-Йорке. Я получил первую премию в категории фото-журналистики от Ассоциации журналистов Турции. В 1962 году я получил титул «Мастер Лейса», который присуждается очень немногим фотографам в Германии. Журнал «Камера», выходивший в Швейцарии, зарезервировал для меня специальный выпуск благодаря моим достижениям в добрым делам. Некоторые из моих фотографий издательства превратили в книгу. Я был фото-журналистом на четырёх войнах. Фотографии, сделанные мной в условиях войны, были опубликованы во многих журналах по всему миру. Один из них даже появился на обложке «Таймс», одного из самых уважаемых новостных и политических журналов в мире. Я наблюдал и фотографировал людей, животных и местность, в которой они живут, иногда в очень сложных условиях. Я сделал документальную фотографию, рассказав все собранные данные в виде истории с моими фотографиями. У меня была особая репутация в документальной фотографии. Я снял документальный фильм «Конечки героя». Симаром Синаном, над которым я работал в течение многих лет, были опубликованы в крупных странах, таких как Америка, Франция и Сингапур. В то же время по порядку издавались мои книги. Воспоминания о старом Стамбуле. Утраченные краски. Время прошло. Приветствую оставшимся. И земля в их лицах. Хотя я известен своими фотографиями, я всегда считал себя журналистом и представлялся таковым. Журналист пытается запечатлеть события и идет вслед за событиями. Я всегда и до этого возраста работал таким образом, как я всегда чувствовал. Ребята, если вы любите фотографировать, как я, следите за этой любовью. Сфотографируйте все, что вам нравится, и поделитесь этим со своим близкими. Сфотографируйте все, что вам нравится.